ГТО 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 или по месту работы, где тебе и будет вручен заветный знак, а также удостоверение к нему. Не забывай отслеживать свои результаты в твоем личном кабинете. И помни, выполняя испытания комплекса ГТО, ты не только получаешь знак отличия, но и совершенствуешь самого себя. Оттачиваешь свою физическую форму, становишься целеустремленным, морально и физически закаленным, совершаешь уверенные шаги к успешной карьере. Хочешь получить знак отличия комплекса ГТО и присоединиться к числу их обладателей? Не откладывай на потом. Сделай первый шаг прямо сейчас. Привет! Мы рады, что ты решил присоединиться к физкультурно-спортивному движению России. Добро пожаловать в комплекс ГТО. Регистрация на официальном портале. Первый и обязательный шаг на твоем пути к золотому знаку отличия. Регистрация представляет собой заполнение анкеты участника с личными данными и контактной информацией. Помни, все данные, которые ты указал, должны быть верны, ведь исправить ошибки ты сможешь только в центре тестирования при предъявлении документов, удостоверяющих твою личность. Не беспокойся, все данные будут надежно защищены на государственных серверах. Итак, регистрация личного кабинета производится через адрес электронной почты. Надеемся, она у тебя уже есть. После ввода адреса электронной почты и пароля, который нужно придумать и запомнить, система направит тебе на почту код активации, после введения которого ты сможешь приступить к заполнению анкеты. Чтобы не попасть в неприятную историю с определением результатов твоего тестирования, убедись, что дата рождения в анкете совпадает с датой, указанной в паспорте. Ведь для каждой возрастной группы свои нормативы. Стать участником комплекса ГТО ты можешь с 6 лет, но если тебе нет 18-ти, по закону о защите персональных данных твою анкету заполняют родители. Им нужно внести в специальные поля свою контактную информацию, а затем распечатать и отнести согласие на обработку персональных данных в центр тестирования. При заполнении фамилии, имени и отчества никаких прозвищ, ников и выдуманных имен. А на фото только ты сам. Это будет проверяться при твоем появлении в центре тестирования. Не ленись указать адрес и контактный телефон. Это позволит нам предложить тебе ближайший центр тестирования. А по телефону оповестить о дате и месте вручения знаков отличия. С нашими оповещениями ты всегда успеешь вовремя и на тестирование, и на награждение. Тебе остается совсем немного. Рассказать о своем образовании и работе, а также указать любимые виды спорта. Заполни все поля и обязательно прочти пользовательское соглашение. Теперь нажимаем кнопку «Зарегистрироваться» и готово. Ты участник комплекса ГТО. Добро пожаловать! Первый шаг к золотому знаку сделаю. Рассмотрим технику выполнения упражнения бег на короткие дистанции. Для увеличения стартовой скорости встаньте в положение низкого старта и обопритесь руками о землю. Согните ноги в коленях и одну отставьте назад. По команде оторвите руки от земли и одновременно оттолкнитесь обеими ногами. Главное в спринтерском забеге как можно быстрее набрать скорость и сохранить ее до финиша. Финишируйте на максимальной скорости, но без рывка. Так вы избежите снижения временных показателей. Бег на выносливость проводится на беговой дорожке стадиона. Или любой другой ровной поверхности. Начинать испытание можно как с позиции низкого, так и высокого старта. По команде марш оттолкнитесь от земли и начните движение максимально быстро. Во время бега плечи должны быть расслаблены и опущены. Найдите комфортный для себя ритм. На средних дистанциях важно правильно распределить силы. Руки согнуты в локтях на угол, который вам кажется наиболее удобным. К концу испытания сделайте финишный рывок. Рассмотрим технику метания станции. Снаряды с прямого разбега. Примите исходное положение перед разбегом. Левая нога на контрольной отметке. Снаряд над плечом. Участнику предоставляется право выполнить три броска. Начните разбег. Выполните 6-8 шагов разбега. Затем начните проносить правую руку над плечом. Перейдите в положение натянутого лука. Выполните финальное усилие броска активным захлестом кисти правой руки. Во время финального усилия туловище и ноги выпрямляются. Продолжение следует... Рассмотрим технику метания теннисного мяча в цель. Бросок производится с расстояния 6 метров в закрепленный на стене гимнастический обруч диаметром 90 сантиметров. Встаньте в исходное положение. Туловище повернуто грудью в сторону метания. Правая рука согнута в локте. Локоть опущен. Кисть с мячом на уровне лица. Перейдите в положение натянутого лука. Выполните финальное усилие броска активным захлестом кисти руки. Во время финального усилия туловище и ноги выпрямляются. Продолжение следует... Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или гимнастической скамье. Примите исходное положение. Стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 сантиметров. При выполнении теста на гимнастической скамье выполните два предварительных наклона. При третьем наклоне максимально согнитесь и зафиксируйте результат в течение двух секунд. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Давайте рассмотрим, что собой представляет плавание на короткие дистанции 10, 15, 25 и 50 метров. Испытание может проводиться как в бассейне, так и в специально оборудованных местах на водоемах. Стартуйте в зависимости от предпочтений с тумбочки, бортика или из воды. Способ плавания произвольный и не влияет на результаты оценки. Завершив дистанцию, косните с бортика любой частью тела. В данном испытании запрещено идти по дну, использовать подручные средства для сохранения плавучести. При плавании на 50 метров выполните поворот любым удобным способом, но обязательно косните с бортика бассейна руками или ногами. Поднимание туловища из положения, лежа на спине. Для выполнения испытания создаются пары. Один из партнеров выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. Примите исходное положение. Руки за головой, локти вперед, лежа на спине, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. Начинайте подниматься, касаясь локтями бедер или коленей. Возвращайтесь в исходное положение. Продолжайте выполнять упражнение. Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища за одну минуту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине. Примите исходное положение. Подойдите к перекладине, возьмитесь за гриф хватом сверху, присядьте под гриф, держите голову прямо, подставьте подбородок на гриф перекладины. Из исходного положения начинайте подтягиваться до пересечения подбородком грифа перекладины. Затем опускайтесь в вис и, зафиксировав положение на полсекунды, продолжайте выполнение испытания. Редактор субтитров А.Семкин Давайте рассмотрим технику выполнения подтягивания из виса на высокой перекладине. Примите исходное положение. Вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. Подтянитесь так, чтобы подбородок пересекал верхнюю линию перекладины. Затем опуститесь в исходное положение и продолжайте выполнение упражнения. Выберите умеренный темп с фиксацией в конечных точках амплитуды упражнения. Не допускайте ошибок. Не подтягивайте с рывками или с махами ног и туловища. Не забывайте поднимать подбородок выше грифа перекладины. Сгибайте руки одновременно. Судья засчитывает количество только правильно выполненных упражнений. Рассмотрим технику выполнения прыжка в длину с места толчком двумя ногами. Примите исходное положение, ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног находятся перед линией отталкивания. Оттолкнитесь одновременно двумя ногами и выполните прыжок вперед. Не заступайте за линию отталкивания и не касайтесь ее. Нельзя отталкиваться с предварительного подскока. Также запрещено отталкиваться ногами разновременно. Для выполнения испытания предоставляются три попытки. В зачет идет лучшее. Прыжок в длину с разбега можно разделить на четыре фазы – разбег, отталкивание, полет и приземление. Начните испытания с разбега. Подойдите к точке старта. По сигналу начинайте бежать. Следует развивать максимальную скорость на последних двух-трех шагах перед отталкиванием. Отталкиваясь от земли, постарайтесь прыгнуть как можно выше. Это позволит дольше находиться в воздухе и пролететь большее расстояние. Приземляясь, плавно согните ноги и перенесите руки и вес тела вперед. Для выполнения испытания предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. Рывок гири. Для данного тестирования используется гирь весом 16 килограммов. Контрольное время выполнения упражнения – 4 минуты. Выполняйте рывок гири в один прием. Сначала одной рукой, затем без перерыва другой. Непрерывным движением поднимайте гирю вверх до полного выпрямления руки, после чего фиксируйте ее. Работающая рука, ноги и туловище должны быть выпрямлены. Переход к выполнению упражнения другой рукой может быть выполнен один раз в любое время. Для смены рук разрешено использовать дополнительные махи. Чтобы отдохнуть, опустите гирю вниз, но не ставьте на пол, или держите в верхнем положении не более 5 секунд. Засчитывается суммарное количество правильно выполненных подъемов гири правой и левой рукой. Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на полу. Примите исходное положение. Упор, лежа на полу. Руки на ширине плеч, кисти вперед, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Начинайте выполнять упражнения. Согните руки и коснитесь грудью пола или платформы. Затем разогните руки и вернитесь в исходное положение на полсекунды. Продолжайте выполнение упражнения. Судья засчитывает количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Переходящего в ходьбу и снова в бег. Начинать испытание можно как с позиции низкого, так и высокого старта. После команды «Марш» оттолкнитесь от земли и начните движение. Преодоление дистанции начните с бега. Когда почувствуете, что бежать трудно, перейдите на ускоренную ходьбу. Отдохнув, снова переходите на бег. Во время бега плечи должны быть расслаблены и опущены. Отрезки бега и ходьбы изменяйте по своему желанию и уровню подготовленности. Пулевая стрельба производится из пневматической винтовки или электронного оружия. Выстрелов 3 пробных и 5 зачетных. Время стрельбы 10 минут. Время на подготовку 3 минуты. Сядьте за стол или встаньте около стойки. Выберите наиболее удобную позу. Поверните тело чуть правее линии прицеливания. Возьмите винтовку правой рукой за шейку ложи. Большой палец руки должен обхватить шейку ложи слева, а остальные 4 пальца справа. Кистью левой руки возьмите целье ложи снизу. Большой палец обхватывает левый бок цевья, а остальные правый. Винтовка должна лежать на ладони, не на пальцах. Обопритесь локтями на стол или на стойку. Левый локоть и плечо выдвиньте вперед как можно дальше. Левый локоть должен находиться точно под винтовкой. Правый локоть расположите сбоку, ближе к себе. Винтовку вставьте затылком в выемку правого плеча. Голову опустите на гребень приклада. Положение тела спокойное и устойчивое. После принятия положения закройте глаза на несколько секунд. Откройте и проверьте совмещение точек выводки винтовки и прицеливания. Наложите указательный палец на спусковой крючок. Прицельтесь и плавно нажмите на спусковой крючок. Результат не будет за счетом, если выстрел произведен без команды судьи. Редактор субтитров А.Семкин Бег на лыжах проводится на дистанциях, проложенных преимущественно на местности со слабо- и среднепересеченным рельефом в закрытых от ветра местах. В беге на лыжах используются различные варианты ходов. Чаще всего применяется попеременный двухшажный ход. Его суть состоит в том, что лыжник поочередно скользит по лыжне на правой и левой ноге. Быстрым движением вынесите отведенную назад ногу вперед и поставьте на снег впереди опорной ноги. Перенесите на нее вес тела и выполните длительное скольжение. Скорость бега увеличивается за счет поочередных толчков палками. Одновременно с движением вперед маховой ноги произведите активный толчок палкой. Одновременный одношажный ход применяется при хорошем скольжении. Для выполнения упражнения одновременно оттолкнитесь одной ногой и двумя палками. Одновременный бесшажный ход помогает развить большую скорость при передвижении по ровной местности, а также под углом. Из этого положения, выпрямляя ноги и туловище, вынесите обе руки вперед. Затем выполните движение руками назад, ставя лапки палок рядом со столом. Активным движением туловища и палок выполните толчок. Рассмотрим технику выполнения упражнения челночный бег 3 по 10. Займите положение высокого старта, не наступая на стартовую линию. По команде «Марш» бегите до финишной черты. Коснитесь ее рукой, развернитесь и возвращайтесь к линии старта, не забыв про касание. Для наибольшей результативности стоит увеличивать частоту шагов во время прохождения дистанции и быстро разворачиваться. Секундомер будет остановлен в момент пересечения финишной черты. Рассмотрим технику метания снаряда с прямого разбега. Примите исходное положение перед разбегом. Левая нога на контрольной отметке, снаряд над плечом. Участнику предоставляется право выполнить три броска. Начните разбег. Выполните 6-8 шагов разбега. Затем начните проносить правую руку над плечом. Перейдите в положение натянутого лука. Выполните финальное усилие броска активным захлестом кисти правой руки. Во время финального усилия туловище и ноги выпрямляются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! При поступлении в ВУЗ. И вот она хорошая новость. Начиная с 2016 года абитуриенты, имеющие золотой знак отличия ГТО, могут получить от 1 до 10 дополнительных баллов к своему результату по ЕГЭ. При этом количество начисляемых баллов 1, 2, 5, 10 в каждый ВУЗ устанавливает сам. А информацию об этом публикуют на своем сайте. И ты не можешь принести золотой знак отличия, полученный, например, 15 лет назад. Мы говорим только про золотой знак отличия текущей или предыдущей ступени, а также про удостоверение такого, а не какого-либо другого образца. А специально для того, чтобы абитуриенты 2016 года успели воспользоваться этой привилегией, вручение золотых знаков отличия запланировано на весну-лето этого года. Ну а так как серебряные и бронзовые знаки отличия не подразумевают начисление дополнительных баллов, они будут вручены осенью. Ну а если ты завершил выполнение испытаний только в апреле, мае и переживаешь, что тебе не успеют вручить твой золотой знак отличия, не переживай. Если ты есть в приказе Министерства спорта Российской Федерации, тогда ты можешь получить выписку из этого приказа в своем региональном министерстве спорта. Ее и прикладывай к документам. Так что смело находи себя в приказе на золото на портале gto.ru, в разделе документы, в подразделе приказы о награждении золотым знаком отличия и вперед за выпиской в канцелярию Министерства спорта своего региона. А вообще, если ты до сих пор учишься в любом общеобразовательном учреждении, у тебя есть еще практически целый год, чтобы выполнить все испытания на золотой знак отличия. Так что начинай планировать свой график испытаний заранее. Ну а если тебе не слабо прямо сейчас выйти на улицу и подтянуться на турнике 15 раз, тогда ты точно готов к труду и обороне. Золотого, серебряного и бронзового. Образ знака представляет собой объемную стилизованную многолучевую звезду. На лицевой стороне изображен бегущий человек, символизирующий физическую активность и принцип «жизнь в движении». Он бежит на фоне восходящего солнца, покрытого специальной цветной эмалью, которая придает знаку дополнительный объем. Нанесение эмали на каждый знак осуществляется вручную, что придает знаку еще большую ценность. На знаках отличия размещен государственный герб России, искажение которого не допускается федеральным законом. Поэтому при изготовлении используйте технологии, позволяющие в мельчайших деталях воспроизводить сложный рельеф знаков отличия. Для крепления знаков используется удобный и безопасный зажим, а вручение осуществляется в специальной упаковке или футляре. Современный комплекс ГТО предусматривает три вида знака отличия – бронзовый, серебряный и золотой, с номером возрастной ступени для каждого, расположенным в нижней части знака. Знак отличия ГТО – это показатель активной жизненной позиции гражданина Российской Федерации, его стремление к здоровому образу жизни, поэтому его изготовление доверено самым опытным мастерам, профессионалом своего дела.